В общем, за грибами у лисы. Красота здесь. Осенний лес. Немножко ощущения испытал, немножко заблудился, но все-таки вышел на дорогу. Все-таки грибы немножко есть. Вот это не шампиньоны. На этом дереве гнездо. Птица. Кто-то приделал. Ночележку такую. Ну, чтобы сторожить зверя. Тут лужа огромная. Низина. И зверь ходит сюда. На водопой или же в грязевые ванны. И вот, чтобы наблюдать за зверем, сделали такой вот настил. Чтобы безопасно было и хорошо просматривается все. Смотрите. Сейчас подойдем. Вот она, грязевые ванны здесь. Здесь кругом желуди. В общем, кабана тут хватает. И вот, кстати, тоже лесенка на дерево. И прямо вот здесь тоже для наблюдения. Прямо для сидения. Человек сидит в камуфляже. И может быть даже подсчет вести стадо. Например, если кабанья стадо. Подсчет кабаньего стада проводить. Вот он забрался по лесенке. А тут лужа. Вот здесь вот купаются скобаны. Человек залез. Хорошее место. Правее иди, левее, левее. А вот опять-таки. Полувековые дубы. В первой части фильма время уже вторая половина дня, когда события уже все произошли. Так как в начале, когда человек уже заблудился, не до съемки было. Поэтому фильм начинается во второй половине дня, когда уже немножко грибов можно было бы пособирать. Дубло такое тут. Да. В дубле хорошо тут. Моя горошник. Криво. В первой половине дня были испытания. Лес испытывал человека. Мы успели бы выехать, так ребята позвонили, что они застряли. в колее, в луже, прошли дожди, и они не смогли справиться и завязли колее. Полностью колеса ушли в грязь, не могут выехать. Хорошо, что мы стали ехать, они нас дождались, мы им помогли вытащить машину. Вот он одинокенький тут, растет на большом пенечке, на сваленном дереве. Хорошо ему здесь. Пусть растет. Было два дерева и они растрескались пополам. Трещина идет, они были сросшиеся и тут они возрослись. Вот уже вторая половина дня, а у нас грибов практически нет. Человек оказался не грибник, не знает как их собирать, с которым я приехал. Ребята там уже набрали, всего много, а у нас еще очень мало. По пол ведерочек. В общем, устали уже и я присел спиной к дубку, большое дерево, немножко перевести дух. Наслаждаюсь красотой леса и в общем сижу, а напарник ходит и уже говорит, что набрал, хорошо набрал, крикнул, что не набрал. В общем, вот я наслаждаюсь лесом, восхищаюсь с ним, сижу под дубом, снимаю красоту, потом встаю и иду. Оказывается, буквально в 20 метрах нахожу пенек, весь усыпанный грибами и фактически набираю полные ведра с одного места. Вот и исполнилось то, что, как правило, и происходит. Когда ты выходишь в лес, не стяжаешь, а доверяешь лесу, влюбуешься красотой, всегда лес тебя отблагодарит. То ли это съемка красивая, то ли это урожай. Вот они красавицы. С наполненными ведрами мы пошли обратно в место, где остановились. Так как нужно было еще раздуть палатку, солнце садится быстро, поэтому нужно было поскорее вернуться. Довольные мы вернулись. Так и прошел первый день. На следующий день рано утром ушли снова. Ночью было около нуля. Практически ночью мы спали, так как было холодно. Утренний лес завораживает. Таинственный лес. Подул ветер. Стали падать желуди. Дубы роняют желуди. Падают листва. Приятные звуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова